Привет, я Даша. А я Лидия. Здравствуйте. И сегодня будем говорить о дельском дне, и даже не о дельском дне, а об уважении, и о том, чтобы отдать дань своим предкам, ну и близким тоже. Есть предки, как бы... Ну, близкие, а не родственники, которые... Такие же тоже бывают. В захоронениях. О том, чтобы не забывать, ухаживать, приезжать, поминать. И не потому что... И не только потому что это может быть важно для усопших. Мы же не можем знать точно, так важно. Скорее, даже для себя, чтобы помнить, не забывать и чтить твои истории. Это как, так сказать, в том слагане, по поводу Дню Победы, вроде, когда это нужно не мёртвым, это нужно живым. Ну, и мёртвым тоже, безусловно. Я в этом уверена, потому что не зря, так сказать, почитание предков, поминание их, это у всех народов без исключения. У всех. Какими бы они, так сказать, дикими, ну, в нашем понимании, не являлись, у всех, безусловно, память о предках, о том, чтобы их чтить, это везде и всегда на земле. Это было, есть, и мы поэтому и говорим, чтобы это и будет всегда. Ну, да, да, потому что мы за суетой, так сказать, за сиюминутными какими-то своими проблемами, нуждами и так далее, мы просто забываем почитать, забываем вспоминать. А это почившим нашим предкам очень нужно, нашему роду, с большой буквы, то есть глава нашего славянского племени, так сказать, род, оттуда и вот все эти родня, родственники. А по сути дела-то мы все родственники, если даже исходить из последних изысканий учёных, то от Адама и Евы, будем так говорить, да, то потом в дальнейшем всё это пошло. Вот я в связи с этим подумала о том, что, как благодарна тебе, вот в связи с тем, что ты начала заниматься генеалогией, да, вот именно нашим родом, это очень хорошо. Тем самым ты просто активировала, будем так говорить, да, чакру. Нет, вот активировала вот эту память и вытаскиваешь из небытия, будем так говорить, которые давно уже почили. Какая молодец, оказывается, я и не знала. Вот не такая мысль, знаете, или скачиваем в голову, да. И вот тем самым у тебя вот всё расширяется, 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 чем дальше ты идёшь вглубь, тем оно всё ветвести, ветвести, то есть наш род, он достаточно уже велик, хотя мы добрались всего лишь на... Около 700 человек. Да. И доширя 1719, по-моему. Ну, всего лишь 200 лет, а если больше, а если дальше. Ну, да, вот так. Поэтому, думаю, что это очень хорошо, прямо-таки благотворно повлияло. И вот в связи с этим я вспоминаю интервью с Александром Литвиным, участник, победитель битвы с Тасянцев, которого я безмерно уважаю, верю, хотя он таковым себя не считает, везде и всюду заявляет, что просто вот у него такая интуиция, он просто может моделировать ситуацию и достигать. Да. Так вот, значит, на вопрос корреспондента, он, в частности, высказался так, что главная наша жизнь — это род, наш род. И поэтому они... Это столб жизни. Да, 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 да. Вот это вот древо. И поэтому, когда мы о них вспоминаем, о тех своих предках, давно, может быть, и забытых, в том или ином случае, они просто-таки, они сразу откликаются, они не верят. Они не верят. Правда? Вы правда нас помните? Вы нас помните? Да что вы? И можно в такой момент просить у них о всякой помощи. То есть они способны нас понять, они нас видят, знают, понимают, видят проблемы, и когда нужно помогать. Здесь мне хотелось бы немножечко напомнить египетской мифологии, согласно которой считалось, что у человека несколько душ, и не одна, как в христианстве. Одна из них, аналогично христианской понятию, душе Ба, оно улетает действительно в лучший мир. А ещё есть другая частичка души, она называется Ка. Она остаётся вместе с погребением тела носителя этого Ка. И оно именно ест ту еду, которую приносят... Ну, чисто духовно питается, да. Безусловно, по этому обычаю помянуть вот именно чем-то как-то, ну, как хлебом и красным вином, либо тем или другим, казалось бы, язычески, какая разница, какая религия. Суть-то у всех одна, только форма разная. Вот и всё, не правда ли? Вот, и поэтому, так сказать, посещение могил, это уж непременно, даже и в стихах все поэты, что возвращение к своим могилам, то есть к своим предкам. Посещение их, поминание их, вспоминание... И земля пришел, землю вернусь. Прах, прах, да, птенки, поэтому это очень хорошо. Вот, и, конечно, кто забывает, это достаточно худо, прежде всего для живых. И мне... Ох, ты даже приготовила. Да, вы знаете, я раздумываю, мы, кстати, как всегда, мы не планируем уже с тобой все эти наши видео, у нас так же спонтанно, куда-то, в смысле, язык заведет, туда и заведет. И я вот сегодня, так сказать, так немножко раздумывала о предстоящем, о съемке предстоящей, и мне почему-то в голову пришла книга вот Соломатина, которую я люблю, «Приемный покой». Да, очень хорошая тетка такая, и книга хорошая, вот. И один из персонажей здесь такой, от Бога, так сказать, Акушер, и вот разговаривает он со своим интерном, с одним из героев этой книги, и они начали, так сказать, обсуждать Библию, и, в частности, вот «Десять заповедей». Вот, я скажу, жаль, то ли Моисей, правда... Ой, видео долгим будет. Нет, я просто немного прочитаю, потому что они... Читай. Да, да, да. Потому что это, так сказать, суть всей жизни. Это законы космоса всего. Вот пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Ну, я шире его понимаю, мать и отца своего, то есть весь свой род. Они как ближайшие. Как высказывается он, что это наши ближайшие кармические друзья, мать и отец. А вот что значит, чтобы продлились дни твои на земле? И вот он дальше рассуждает, что... Да июнь. Коль родители это твои первые, хотя, может, и не единственные кармические друзья в жизни, а в дружбе главная самоотдача, какими бы они ни были, непочтительное отношение к родителям и предкам, то есть напоминания, переравнивается к предательству друзей. Ведь не сказано же, люби или бери пример, ни слова про сынов не долг. Почитай. Почет — это то, что нужно им. И Бог просит, подсказывает тебе, дай этим людям то, что им действительно нужно. А им нужна память, им нужны воспоминания, чтобы мы их помнили. А будучи приведенной в порядок, отношение на этой карме реально уменьшает процент кармических коллапсов, сейчас, приводивших к гибели людей раньше отведенного им Богом срока. Так что сказано, не мути в воду кармы, и будешь полностью на земле, а в противном случае не сможешь отдать всего себе миру. И не станешь сам вот этим миром. То есть, они нас нуждаются, мы в них нуждаемся. Мы о них помним, они нас тоже видят и помнят. Это главное. Это продляет нашу жизнь. А если наоборот, то... Расскажи о том, как правительские день они у ворот стоят. Да. Я слышала, что кто-то, может, из святых, откуда-то такое мнение, что именно вот этот отведенный родительский день, который завтра наступит, 21 апреля, в этом году все наши родные, они стоят у центральных ворот кладбищу. Да, и встречают нас. И вот, значит, мы, когда приходим, мы с ними общаемся, мы их поминаем. Тут, кстати, форма такая, выражение почтения, ну и помнение, будем так говорить. И прийти к могилам, суть-то в духе, так сказать, а это форма выражения вот этого почитания и памяти. Потому очень грустно. Мы с тобой неоднократно об этом говорили. Очень грустно оброченные могилы. И особенно, когда на Минусинском кладбище на закрытом старом иду, вижу старые могилы в таком страшном состоянии, у меня прям сердце щимит, прям больно сердцу заводит. Поэтому мы всегда стараемся по мере силы возможностей. Ну, на все кладбище нас не хватит, к тому же у нас их четыре. Ну, хотя бы соседние могилки, соседние наших, так сказать, предков, родственников, обиходить. Где-то подкрасить, где-то, может быть, травушку-буравушку порвать. Ну, какой-то пристойный вид хотя бы. Конечно, в первую очередь, чтобы не стиралось имя на могилке, потому что... А это способ, да. Я как в свое время человек, очень сильно увлекающийся, помешанный, более того, на Египте, если продолжать разговаривать о том, что душ несколько у человека, еще верили в Рен. Рен — это искреннее, истинное человеческое имя, которое никто не знает. Немножко славяне тоже про имя тоже есть в другом конспекте. И считается, что если знать истинное имя какого-либо человека или существа, можно им управлять. Богиня Изида, кстати, чуть не отняла трон у Бога Рапту, потому что она узнала его истинное имя, но как мудрая женщина не стала этого делать. Да, уж не суй, если кто-то тебя не просит, уже знай свое место. Мама, да не потому, что знай свое место, потому что умная женщина, и понимает, что... Ну, я и говорю, что главное... А ты так говоришь, будто она там выскочка какая-нибудь. Нет. Ты мою Изидушку не обижай, пожалуйста. Это, видимо, была у нее такая, узнать. Узнала. Но она не для этого узнала. Он заболел очень сильно. И единственная возможность его исслить было лучше из имя, потому что очень сложно болело. Безусловно. Ну, поэтому вот все помните. Мы только к этому... Для этого мы с ней сегодня разговариваем, что помните всех. Цель этого видео побудить, не бросайте своих стариков. Свою рот. Да. Какими бы они ни были, они нам дадены, поэтому, коль мы связаны... Даже есть такие случаи, когда родители были нерадивыми, мягко говоря. То есть там и наркоманы, и собственных детей выгоняли из дома, и, значит, дети, помня свои обиды, они не то, что бросают могилу, они даже не забирают тело из морга. Вот для людей, которые подходят вот эти мои слова, не опускайтесь до их уровня. Будьте выше, и вам воздастся. Это своего рода гордыня. Это мелкие обиды какие-то. Надо быть выше этого, все-таки свое высшее предназначение. Да, все-таки смерть проводит черту, которая... Уравнивается. Которая оставляет за бортом, должна оставить, но не все люди так и понимают. Ого. Ну вот. Мне больше нечего сказать. Мне тоже. Все, до свидания. Давай, по скрипту. Давай, молодой. Я просто хотела упомянуть несколько, как это забыла. Все знают эту поговорку «Первый блин комом». Но не все знают, что ком, так сказать, это не то, что он негодный первый блин, неудачный. А в высшем понимании, это еще по-старо-старославянски, ком, кум. То есть это предки. Наши, вот чур меня, это это чур, кум. Да, чур, кум, это вот одно. И тоже это наши предки. Поэтому всегда, когда пекли блины, хоть на массовый, хоть и на ранний день, непременно, как символ, так сказать, вечной жизни, солнца и так далее, всегда, значит, первый блин поминали, то есть клали именно вот в память. Напоминали всегда. Длины причем часто, значит, и поминаем часто их. Но как-то хотелось бы поименно еще, кого только знаем. Вот, все. Да, теперь точно все. Пока.